Здравствуйте, уважаемые зрители! Выражение «пройти точку возврата» и его вариант «пройти точку невозврата» пришли в современный русский язык из профессиональной речи авиаторов. Точка возврата – это последний предел, когда самолет еще можно развернуть назад и горючего хватит для возврата в пункт вылета. После прохождения этой точки обратного пути уже нет и необходимо двигаться вперед. Интересно, что из двух вариантов один является внутриязыковым заимствованием, а другой – калькой с английского. В русской авиационной терминологии используется выражение «точка возврата» или «рубеж возврата», а в английской «the point of no return» – «точка невозврата». «Пройти точку возврата» или «точку невозврата» означает принять решение, которое уже нельзя изменить, совершить действия, после которых нельзя передумать и вернуться к исходному положению вещей. Выражение используется применительно к самым различным ситуациям. Приведем несколько примеров из средств массовой информации и интернет-форумов. Экономика. Зона евро прошла точку возврата, когда ее еще можно было спасти в нынешней форме. Межличностные отношения. Бывает так, что люди расходятся на какое-то время, а потом сходятся. Как вы думаете, какой перерыв в отношениях допустим? Есть ли точка невозврата, когда отношения уже нельзя восстановить? Политика. С государствами Прибалтики сегодня пройдена точка невозврата. В детском саду в раскрасках фразы на русском заклеиваются, а книги, написанные языком Пушкина и Толстого, повсеместно уничтожаются. Заметим, что рассматриваемый фразеологизм очень близок по значению уже существующим в русском языке выражением «сжечь за собой корабли» и «перейти Рубикон», также несущим значение необратимости принятого решения. Однако современному человеку ближе техническая метафора, чем историческая. Поэтому и возникла потребность в новом образном выражении. Русский язык – великий, могучий и стремящийся удовлетворить все наши потребности. Русский язык